Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Елена Никифорова, директор туристической фирмы «Арго Тура». Елена, здравствуйте! Добрый день! Ну, давайте начнем, наверное, с того, что прошлый год для туризма был, ну, мягко говоря, не особо хорошим, да? Вот как вы считаете, вот в году уже наступевшим это будет иметь вот свои последствия какие-то? Мы все увидели, что начиная с июля или августа месяца в нашей стране в основном московские туроператоры начали сыпаться. Это отразилось и на общем потоке туристов за пределы Российской Федерации, и на доверии к другим российским туристическим компаниям, и, естественно, рынок начал падать. Количество туристов, выезжающих за пределы, опять же, нашей страны, резко пошло на убыль. На это повлияло не только, скажем так, мошенничество или неисполнение обязательств туроператоров перед туристами, но и общеполитическая обстановка, в принципе, в нашей стране. Это и война на Украине, и резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю. И что мы имеем на конец года, на конец 2014 года, что туристические путевки стоят в два, а то и в три раза больше. Спрос на них упал, наоборот, в два, а то и в три раза меньше. И на выходе мы не получили ни гостей в новогодней Праге, ни гостей в рождественском Лондоне. Точнее-то они, наверное, не получили наших гостей. А, как правило, русские туристы любят покупать не только самые дорогие отели, но и посещать самые дорогие рестораны, заказывать себе индивидуальные трансферы, индивидуальные экскурсии, индивидуальных инструкторов и т.д. и т.п. То есть, на мой взгляд, новогодний туристический рынок в России просил примерно на 50 процентов, это точно. То есть, это в основном недополучило русских туристов Европа. В какой-то мере все-таки Египет поехали люди, потому что не так дорого. Поехали в Таиланд, поехали в Доминиканскую республику, на Кубу и в Мексику. Вот европейские страны, на мой взгляд, это, конечно же, связано прежде всего со 100-рублевым евро, не получили наших гостей. А вот скажите, пожалуйста, вообще туризм, это вот какая-то сезонность все равно имеется, да? Как считаете, вот, не знаю, впереди много майских праздников у нас, да? Вот что-то исправится? Считается, что Россия все-таки больше живет в зиме, чем в лете, поэтому мы любим отдыхать и летом, и зимой в теплых странах. Как правило, летний поток, он значительно больше. Для нас это Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Испания. Мы посещаем летом эти страны. А зимой, Египет, Таиланд и небольшая часть горнолыжных туров. Думаю, что к маю месяцу ситуация, конечно же, исправится, потому что люди привыкли отдыхать, они хотят отдыхать. На мой взгляд, просто уменьшится количество посещений, опять же, европейских стран, увеличится приток туристов в страны, где заведомо была небольшая стоимость. Это Болгария и Турция. Опять же, я не могу прогнозировать со стопроцентной уверенностью. Это мой лично субъективный взгляд. Вот у меня уже знакомые, допустим, есть, да, много, которые уже сейчас начинают, что вот, летом, теперь никуда не съездишь, никуда не отдохнешь, все безумно дорого. Да, у нас в стране кризис. И уже, как бы, говорят о том, что вот все, мы теперь останемся жить в Рязани навсегда и в ближайшие, там, не знаю, сколько-то лет не поедем куда отдыхать. Я предлагаю вашим знакомым включить память и вспомнить, как было 10 лет назад или 15 лет назад, когда туристических фирм было не так много, и мы не отправляли партиями по 5-6 раз в году людей, одних и тех же клиентов, естественно, в Турцию или в Египет. Отпуском за рубежом пользовались, скажем так, избранное количество людей. Это примерно 1% в нашей стране. Могли себе позволить раз в год, кто мог себе позволить два раза в год, это считалось уже выше среднего достатка людей. Я думаю, что все примерно придет к этому же. Мы просто не будем каждый день сидеть на чемодане и говорить, а не поехать ли нам на недельку в Турцию, недорого. Второй вариант – мы вернемся к отдыху в нашей стране, как это было при советской власти. Прекрасное Черное море, прекрасный Крым, Краснодарский край, Абхазия ждут наших туристов. Там тоже идет мощнейшее развитие туриндустрии, инфраструктуры. Гостей все больше и больше могут принять всевозможные частные гостиницы, пансионаты. Единственное, что смущает меня и наших отдыхающих, почему стоимость отдыха в России выше, чем стоимость отдыха в Болгарии, в той же самой на берегу Черного моря, или выше, чем стоимость отдыха в Турции на берегу Средиземного моря. Вот в этом есть некоторая проблема. Но думаю, что ее разными объектами размещения, питания и остального решат. И будет доступный отдых, и более комфортный отдых, и отдых для вип-персон, и на территории нашего Краснодарского края. Лена, скажите, пожалуйста, ну турфирм, как вы считаете, турфирма всегда в последнее время было очень много, да? То есть как-то сейчас скажется это на, может быть, сокращении количества? Конечно, санация на рынке определенная произойдет. Если в 2000 году у нас было в городе Рязани порядка 25 туристических фирм, то сейчас я не могу их сосчитать, я думаю, их около 200. Население в Рязани при этом не выросло. Отсюда вывод. Либо у нас настолько поднялся уровень жизни, что мы можем спокойно себе позволить отдыхать за границей и обращаться в туристические фирмы. Либо что-то было сделано не так в нашей стране. И сейчас, наверное, определенная санация. Кто-то уйдет в тень, кто-то закроется вообще. Произойдет. Останутся на рынке крупные игроки, которые работали честно, которые работали эффективно, хотят и будут продолжать работать. Елена, прошла такая информация, что туроператоры хотят отказаться от финансовой гарантии, как обязательно в условии ведения туроператорской деятельности. Что вы можете сказать по этому поводу? На самом деле это было обращение Ассоциации туристических операторов в Госдуму. Да, они хотят как обязательную фингарантию отменить для ведения туроператорской деятельности. Потому что на сегодняшний момент планируется ввести три обязательных денежных, скажем так, фонда. Первый – это фингарантия. Это либо страховая компания должна за вас нести гарантию, либо банковская гарантия, как и было до этого. Но, как показала практика, всех денег не хватает. Плюс ко всему, помимо фингарантии, существует организация «Турпомощь», в которую тоже ежегодно туроператор должен отчислять определенную сумму денег. Это от 100 тысяч до 500 тысяч. Эти деньги накапливаются на счету турпомощи, они невозвратные. И в случае экстренной какой-то помощи для клиентов, находящихся за пределами Российской Федерации, ее используют. И третий фонд с 2015 года предлагают создать, скажем так, индивидуальный фонд. В случае, если именно оператор под названием «А» разорился, то сначала выбираются деньги из его индивидуального фонда. Он тоже пропорционально количеству туристов взимается с туроператора, но это тоже порядка нескольких миллионов. Еще раз повторюсь, показала практика, ни к чему не приходит. 2,5% – это ничтожная сумма. А раздувать до миллионных каких-то платежей фингарантий тоже невозможно, потому что это будет убыточно для туристической отрасли, потому что все эти два фонда и фингарантий лягут в себестоимость туристического продукта для вас же. И туристическая путевка получится, но если не в несколько раз дороже, то на определенное количество процентов выше. Поэтому и обратились в правительство, бьют во все колокола, чтобы закон был принят не в этом виде, который он сейчас уже представлен, как законопроект, а с какими-то изменениями, которые полезны будут конечному потребителю. Для чего законы, в принципе, принимаются? Не для того, чтобы мне было хорошо, как фирме, юридическому лицу, а для того, чтобы было хорошо человеку, конечному потребителю. Ну что ж, Лена, спасибо вам огромное за беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня была Елена Никифорова, директор туристической фирмы «Арго Тур». Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»